Знаете ли вы о самом выдающемся, самым ярком, самым выразительном отличии лекарственных растений от синтетических препаратов? Вот это свойство, оно заключается в длительности противовоспалительного действия. Оно намного превышает все синтетические противовоспалительные препараты. Для сравнения, если взять стероидные противовоспалительные препараты, они высокоэффективны, здесь и не поспоришь, но это должен быть короткий курс. А после этого, если принимать длительно, начинаются очень тяжелые побочные эффекты. Если мы возьмем нестероидные противовоспалительные, максимум их применять можно от 5 до 7 суток. И после применения противовоспалительных нестероидных, также возникает много осложнений. Среди них есть совершенно такие тяжелые, как синдром Лайелла, синдром Стивена Джонсона. У растительных лекарственных трав при длительном применении не возникает серьезных побочных эффектов. В среднем, после 2 месяцев постоянного применения растения, нужно обязательно делать смену. Потому что через 2 месяца организм привыкает, возникает процесс адаптации к действию лекарственных препаратов растительных. Любое хроническое заболевание в 100% требует назначения лекарственных препаратов на основе растений. И это не просто какие-то мои общие рассуждения, это действительно реальный факт. Когда мы заходим в аптеку, половина ассортимента лекарственных препаратов в любой аптеке составляют биологически активные добавки и лекарственные растения. Единственный их крупный минус, что в аптеке сложно найти качественное растительное сырье. 90% всех БАДов это подделка. Но эти факты отнюдь не значат то, что фитотерапия вообще неэффективна. Среди самых эффективных лекарственных трав, которые я люблю назначать с противовоспалительным действием, это бедрениц, камнеломковый, грушанка, боровая матка. Вообще фоновые противовоспалительные свойства есть у каждого лекарственного растения. Существует 2 приема, по которым фитотерапевт может управлять силой противовоспалительного действия. Это кратность применения лекарственных трав и дозировка. Хотите больше узнать о лекарственных травах, заходите на мой сайт drzimin.ru и там находится больше информации о лекарственных растениях.